Всем привет! Мне тут два интересных устройства пришли на кухню. Это полезный диспенсер для мыла и умный смеситель на кран от Xiaomi. Эти два устройства намного упростят вам жизнь и даже сэкономят деньги на воде и на мыле. Ну и мне конечно же ж. Начнем с диспенсера мыла. Вещь хорошая и качественная. Сейчас в данное время, когда бушуют всякие там вирусы и непонятно что, мыть руки с такой штукой становится совсем безопасно и очень даже удобно. Ведь вам не нужно будет тянуться и брать кусок мыла, а просто поднесите руку к дозатору и он даст вам порцию мыльной пены. Быстро, удобно и практично. Работает устройство от 4 алкалиновых батареек 2А с напряжением 1,5 вольта. От аккумуляторов с напряжением 1,2 вольта отказался работать, но это не проблема, батарейки продаются в любом магазине. Поставляется с пустым бачком, только сам гаджет, это и хорошо, так как вы не переплачиваете за мыло и можете заправить своим любимым мылом. Благо заправить очень просто, любой справится. Пропорции у меня такие. 1,4 мыла, 3,4 воды. После заливки все это хорошенечко перемешать и можно пользоваться. Сенсорный дозатор преобразует жидкое мыло на выходе в воздушную невесомую пену. Концентрат многократно разбавленный водой легко распределяется по всей поверхности рук. На верхней части есть две кнопки, это на включение и отключение и на регулировку подачи мыла. Один раз нажать мыло будет больше, два раза нажать меньше. Я пробовал регулировать, но мне кажется, что стандартная порция пены это самое то, больше мне не нужно. Гаджет стильный и легко впишется в интерьер и обстановку ванной комнаты. Моим родным дозатор очень понравился. Они даже не знали про такую штуку и были в восторге от ее возможности. Хоть функций у нее немного, а зато полезные. Именно то, что нужно в ванную комнату либо кухню. Кстати, про кухню. Это у нас смеситель на кран, да не простой, а умный. Это водосберегающее устройство, легко собирается и превращает традиционный кран в современный сенсорный. В нем есть две зоны сенсорного реагирования и два режима подачи воды, а также высокая скорость срабатывания в 0,25 секунд. Установить смеситель очень легко. В комплекте к нему есть переходники на любые типы резьб, сеточки и ключ для завинчивания. Все настолько просто, что справится даже ребенок. Главное, чтобы стандартный распылитель на кране не закис, вместо которого накручивается этот смеситель новый. Чтобы открыть кран, теперь достаточно поднести руку к насадке. Это не только удобно, но и безопасно, ведь инфокрасные управления устраняют риск перекрестного загрязнения. Зона реагирования бокового датчика 5 сантиметров. Поднесите к нему руку, чтобы включить непрерывную подачу воды в течение трех минут. Чтобы преждевременно выключить воду, поднесите руку к датчику еще раз. Подаваемая из крана вода смешивается с пузырьками воздуха, которые делают струю мягче, а мытье эффективнее. Объем поступающей воды составляет 0,07 литра в секунду, что снижает общий расход воды. Технология впрыскивания воздуха не только заботится о коже рук, но и экономит ваши деньги. Зарядка, кстати, очень удобная и осуществляется с помощью кабеля USB, не нужно там всякие батарейки бегать покупать. Для полной зарядки достаточно трех часов, которой хватит примерно на 6 месяцев автономной работы. О низком уровне заряда вам сообщит специальный индикатор. Штука действительно очень классная и понравится как молодежи, так и поколению постарше. Это я вас заверяю с уверенностью. Кстати, если вы хотите, чтобы напор был слабее, вам просто нужно призакрыть винт крана, то есть убавить подачу воды. Ну, или открыть кран, чтобы подача была сильная, если хотите большую струю. Идеально, конечно, использовать вместе эти два устройства. Сначала поднесли руки к диспенсеру, он вам выдал необходимую порцию мыла, а потом поднесли руки к смесителю и помыли их. И все это без каких-либо прикосновений. Заказывал эти два устройства с сайта Banggood, ссылки будут в описании, переходите и смотрите. Как вам такие устройства на кухню или ванную? Что скажете, пригодятся они вам лично? Или вы уже пользуетесь ими? Напишите об этом в комментариях. Спасибо за просмотр, надеюсь видео было для вас полезным и интересным. И если это так, то делитесь роликом с друзьями в своих соцсетях, я буду очень вам благодарен и признателен. Спасибо за просмотр и всем пока, будьте мне здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok